Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Виктор Иванович Савских, директор Коэлектронного Центра ЖК «Энергетики». И сегодня мы с вами рассмотрим тему, которая касается всех – это внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Сегодня мы с вами постараемся разобраться, как вносится плата, когда вносится плата и каковы последствия, если эта плата не вносится. Я подготовил презентацию, и мы, наверное, начнем с нее, но прежде чем ее демонстрировать, я бы сказал, что содержать общее имущество собственники и наниматели должны всегда. Значит, это обязанность, которая возложена на собственников и нанимателей, содержать общее имущество многоквартирного дома. Значит, по поводу презентации. Сейчас мы подключим и начнем эту презентацию. Итак, внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Значит, что здесь у нас интересно? Первое, начнем со сроков внесения платы. В соответствии с действующим жилищным законодательством, все собственники помещения наделены одинаковыми правами и обязанностями в отношении содержания общего имущества дома. Имеется в виду собственники жилых помещений, нежилых помещений, наниматели. Все это те люди и те лица, которые обязаны платить за содержание общего имущества на квартирном доме. Согласно части 1 ст. 153, граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца следующего за истекшим месяцем, если иной срок не оговорен в договоре управления либо в решении товарищества собственников жилья. То есть в априори, если у вас в договоре управления не прописаны сроки оплаты за жилищно-коммунальные услуги, мы все должны платить до 10 числа следующего месяца. Чтобы это было понятно, за август, допустим, мы должны платить до 10 сентября. Если у нас, еще раз повторюсь, не оговорены эти моменты в договоре управления многоквартирным домом. Почему? Потому что в договоре управления многоквартирным домом мы можем изменить эту дату платежа. Или до 1 числа, или до 15 числа. И она усмотрение собственников и по согласованию, самое главное, с управляющей организацией. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится на основание 1. Платежного документа. Платежный документ – это документ или квитанция, как мы ее называем, которая может приходить в бумажном виде, либо в электронной форме, если мы ее заказали. Значит, она должна приходить не позднее 1 числа месяца. То есть, за сентябрь она должна прийти не позднее 1 сентября. То есть, в конце августа. Управляющая организация должна нам выставить данную квитанцию. И искусственная организация, если у нас прямые договоры, тоже должна выставить нам все квитанции до 1 числа. 2. Информация о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, за должностях, за оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размещенной в системе или иных информационных системах. Это речь идет о системе ГИС-ЖКХ. То есть, у нас либо квитанция, либо по электронному приходит почта она, либо мы получаем информацию по системе ГИС-ЖКХ. Сразу оговорюсь, что обязательно, обязательно у нас должен быть выбор, какой вид квитанции, в каком виде ее получать. Если мы не написали заявление о том, что мы готовы получать вот этот документ в электронном виде, то нам обязаны представлять его в бумажном виде, то есть на бумажном носителе. Почему? Это очень много интересует пожилых людей, которые волнуются, что вот сейчас все квитанции перейдут в область электронных. Ну, нет, это не так. В любом случае, еще раз говорю, управляющая организация, ресурсоснабжающая организация, если мы не напишем и не дадим согласия на получение платежного документа в электронной форме, то обязательно нам должны принести эту квитанцию на бумажном носителе. Информацией о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги за должность по оплате является сведение о начислениях в системе сведения, содержащие в представленном документе. То есть вот в этой квитанции, а форма этой квитанции у нас прописана в 43-м приказе Минстроя Российской Федерации, мы дальше будем говорить об этом, да, там должна быть сумма к оплате, сумма долгов, задолженности и сумма пенни. Так вот, какие разделы платежного документа должны быть? То есть что должно быть в квитанции? Я уже сказал, приказ Минстроя Россия 26 января 2018 года, номер 43 П.Р. Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг. Значит, в этой форме платежный документ должен включать шесть разделов. Первый раздел. Сведения о платильщике и исполнителе услуг. То есть наши сведения, фамилии, отчество, адрес и организация, которая исполнила ту или иную услугу. Это касается жилищных услуг, это касается коммунальных услуг. То есть либо управляющая компания, либо ресурсоснабжающая организация, если у нас прямые договоры. Второе. Сведения о показаниях индивидуальных приборов учета. Там должны быть номера приборов учета, предыдущие показания и объемы. Третье. Расчет размера платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги взноса на капитальный ремонт. Понятно, что плата за жилое помещение, исходя из стоимости выполненных работ из расчета на один квадратный метр, так, по коммунальным услугам объемы, либо по показаниям приборов учета, либо по нормативу с повышающим коэффициентом полтора. Взносный капитальный ремонт – это фиксированный взносный капитальный ремонт, который устанавливается по становлению правительства Самарской области. Четвертое. Справочная информация. Справочная информация, что предполагает? Тарифы, нормативы. То есть, сколько стоит один кубический метр, один киловатт час и так далее и тому подобное. Пятое. Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки и платежа. То есть, если у вас такие дела были, да, рассрочки платежа, то там должны быть прописаны вот эти все расчеты. И, наконец, шестое. Сведения о перерасчетах до начисления или уменьшения платы. До начисления, если вы не доплатили, уменьшение, если вы переплатили. То есть, вот те разделы, которые должны быть в платежном документе. Его форма этого платежного документа не определена. Это может быть на одной стороне, может быть на двух сторонах, на двух листах. То есть, это уже на усмотрение управляющей организации либо ресурсоснабжающей организации. Главное, чтобы в нем вот эти все шесть разделов были прописаны. И еще одно требование к этим платежным документам – это персональные данные. На сегодня все эти квитанции, все эти платежные документы должны приходить к нам в закрытом виде, чтобы любой чужой человек не мог ознакомиться с нашими персональными данными. Поэтому эти квитанции закрывают, да. И вы, когда их получаете, вы открываете и смотрите уже все те данные, которые там прописаны. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Так, начинаем. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилого помещения вносят плату за пользование жилым помещением. Плату за наем. То есть, те квартиры, которые неприватизированы, и люди проживают в этих неприватизированных квартирах, они дополнительно платят за наем. Но они не платят взнос на капитальный ремонт, потому что взнос на капитальный ремонт платит собственник, а собственником является орган местного самоправления. Поэтому они платят за наем, плату за наем, которая идет к органу местного самоправления. Наниматели жилых помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений вносят плату за содержание жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги этой управляющей организации, та управляющая организация, которая управляет многоквартирным домом. То есть плата за наем идет в орган местного самоуправления, а плата за жилое помещение и коммунальные услуги, если эта управляющая компания заключила договор на поставку коммунальных ресурсов, оплачивается в эту управляющую организацию. Наниматель жилого помещения по договору найма жилого помещения социального использования вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги наймодателю. То есть, если это наем, то тогда все платежи идут наймодателю, то есть тот, который предоставил это жилое помещение. Члены товарищества собственников жилья, значит, они не платят за жилое помещение и коммунальные услуги, это у них называется взнос, взносы, то есть члены ТСЖ и ЖСК платят взносы. Не члены ТСЖ и ЖСК платят плату за жилое помещение. То есть, вот эта вот разница есть. Да. Дальше. Управляющие организации товарищества собственников жилья, осуществляющие расчеты за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, лицами, с которыми такие управляющие организации заключили договоры, они перечисляют все эти деньги, которые получают от нас этим ресурсоснабжающим организацией. То есть, что у управляющей организации, либо товарищ собственникам жилья, заключены договоры с ресурсоснабжающими организацией на поставку коммунального ресурса. Мы платим управляющей компании ТСЖ, а уже управляющая компания ТСЖ рассчитывается с этими ресурсоснабжающими организациями. Значит, по твердым коммунальным отходам, твердые коммунальные отходы, мы платим с вами каждый персонально. Персонально. То есть, нам приходят отдельные квитанции, по которым мы с вами оплачиваем эти услуги. При осуществлении застройщиком управлением на квартирном дому плата за жилое помещение коммунальной услуги вносится лицом застройщику. То есть, если они управляют этим домом, на тот период, пока не выбрана управляющая компания, мы вносим эти деньги, эту плату самому застройщику. Значит, вот здесь один момент возникает. А с какого момента мы должны платить деньги за содержание общего имущества и коммунальные услуги? Дома, которые на востройке. С момента подписания акта о том, что помещение принято. С этого момента собственник начинает оплачивать плату за жилищные услуги и коммунальные услуги. Другой момент. С момента того, когда лицо, которое прибыло в помещение, становится собственником. С этого момента он обязан платить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. При непосредственном способе управления, куда платятся эти деньги? Плату вносят за жилое помещение и коммунальные услуги, платят тому, с кем заключен договор на обслуживание многоквартирного дома. Почему? Потому что при непосредственном способе управления каждый из собственников или потребителей обязан заключить прямые договоры на поставку коммунальных ресурсов. То есть, а вот плату за содержание общего имущества, соответственно, все они оплачивают той организацией, с кем у них заключен договор. Значит, еще немаловажный фактор – это неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений – не является основанием ни внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. То есть, если вы не проживаете в помещении, в любом случае вы обязаны платить за содержание общего имущества дома. В том числе, еще раз повторю, туда входит плата за коммунальные услуги на содержание общего имущества дома. И это все вы обязаны платить. Значит, что касается коммунальных услуг. По коммунальным услугам здесь несколько другая ситуация. Значит, первое. Если в квартире стоят индивидуальные приборы учета, и вы своевременно передаете показания по ним в управляющую организацию, если у вас договор с управляющей организацией, либо ресурс, снабжающий организацией, если у вас прямые договоры, тогда, если вы передаете нолевые показания, вы ничего не платите. Если у вас нет приборов учета, то тогда вы в любом случае оплачиваете за коммунальные услуги. Значит, по количеству зарегистрированных, либо, если там зарегистрировано ноль, по количеству собственников. То есть, это иметь в виду обязательные платежи, которые мы с вами должны осуществлять. При временном отсутствии граждан, внесение платы за отдельные виды коммунальных услуг рассчитывается, исходя из нормативов. Значит, но еще раз повторю, временное отсутствие – это более пяти суток. Значит, перерасчет будет производиться, если вы более пяти суток отсутствовали в помещении, только при условии, если у вас нет индивидуальных приборов учета. Если есть индивидуальные приборы учета, они покажут, что вы в это время отсутствовали. И у вас, соответственно, платеж за коммунальные услуги будет не такой, как обычно. Плата за коммунальные услуги, представляемая временным жильцам. Значит, что это такое? Прибыли на определенное время, да, какие-то гости. А собственник обязан уведомить об этом управляющую компанию. И управляющая компания на основании этого уведомления должна произвести начисление. Но, опять же, при условии, что отсутствуют индивидуальные приборы учета в квартире. Если у вас есть приборы учета, то неважно, сколько к вам приехало и сколько они там проживают. Потому что приборы учета покажут, сколько было потреблено того или иного коммунального ресурса. Значит, изменение размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Наймодатель, управляющая организация обязаны информировать в письменной форме нанимателей и собственников жилых помещений об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги не позднее, чем за 30 дней до даты предоставления платежных документов. То есть платежные документы должны быть нам представлены до первого числа следующего месяца. То есть за 30 дней, то есть за месяц до этого первого числа управляющая организация должна нас уведомить, если меняется сумма платежа. Но это, как правило, происходит первого июля, когда меняются тарифы на коммунальные услуги. То есть это раз в год происходит. Что касается жилищных услуг. Жилищные услуги, они не регулируются государством, и они определяются решением общего собрания собственников. Что здесь вы должны знать? Ставка содержания должна работать не менее одного года. То есть если вы решением общего собрания, допустим, 1 января 2024 года приняли решение об изменении ставки содержания, то в течение 2024 года вы не имеете права ее менять. Вы ее можете менять только с 1 января 2025 года. Понятно, да? То есть вот эта ставка должна действовать не менее одного года. Не менее одного года. Несвоевременное внесение платы. Что здесь лица, не своевременно или не полностью внесшие плату за жилое помещение и коммунальные услуги, обязаны платить кредитуру пене в размере 1,03 ставки рефинансирования Центрального банка, действующей на день фактической оплаты, начиная с 31 дня. Значит, здесь вот тоже интересный вопрос. До 10-го числа, если не оговорено договором, мы должны с вами оплатить за жилищные и коммунальные услуги. Но у нас еще есть с вами 30 дней до тех пор, пока не будут начисляться пене. Это очень важно, и необходимо это разъяснить особенно пожилым людям, которые получают пенсию, допустим, после 10-го числа. И они очень волнуются, что вот до 10-го числа мы не успели заплатить, что теперь будет. Ничего не будет. Потому что после 10-го числа у вас есть еще 30 дней для оплаты этих квитанций без начисления различных пеней. Пеней на жилищные и на коммунальные услуги. Еще раз повторюсь, с 31-го дня обязана управляющая организация, ресурсоснабжающая организация, начислить пеней в размере 1,03 ставки рефинансирования. Начиная с 91-го дня, в следующем за днем наступления установленного срока оплаты, увеличивается, уплачивается, пеней уплачивается в размере 1,130 ставки рефинансирования Центрального банка. То есть здесь в пене уже увеличивается гораздо больше. Там 1,03, а здесь 1,130. Имейте в виду, это достаточно много, если вы не будете оплачивать это. Но еще раз повторю, это начисление происходит с 91-го дня, когда вы не оплатили. То есть до 10-го, 30 дней, и вот отсюда уже пошел отсчет. С 31-го дня 1,03, с 91-го 1,130. Значит, по ставке рефинансирования, сразу скажу, сейчас, на сегодня она достаточно высокая, но есть постановление правительства Российской Федерации по поводу того, что учитывать ставку рефинансирования прошлогоднее, то есть минимальную ставку рефинансирования, которая была. Поэтому здесь тоже надо иметь это в виду. Участие платежных агентов. Наймодатель жилого помещения, управляющий организацией, иное лицо или предприниматель вправе осуществлять расчеты с нанимателями жилых помещений, собственниками и взымать плату за жилое помещение и коммунальные услуги при участии платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей, а также банковских платежных агентов, осуществляющих деятельность в соответствии с законодательством о банках. При этом наймодатель жилого помещения вправе взыскивать в судебном порядке просроченную задолженность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. То есть управляющие организации, ТСЖ, ЖСК, имеют право заключить договор с платежными агентами, которые могут рассчитывать эту плату, во-первых, и выставлять, доставлять эти квитации и обрабатывать потом их приход денежных средств на счета. То есть это все возможно. Еще один немаловажный момент. С 1 июля 2024 года с лиц, которые нуждаются в социальной поддержке, запретили брать комиссию при перечислении платы за жилищно-коммунальные услуги, пений за просроченные платежи. Значит, это очень важный момент. Мы уже об этом говорили. Я еще раз повторю, потому что не могу не сказать, при вот этих начислениях и оплате за жилищно-коммунальные услуги. Это федеральный закон 602 19 декабря 2023 года. Запрет распространяется на банки и платежные агенты, кроме организаций почтовой связи. Только в почтовых отделениях вот эту комиссию с вас будут брать. Во всех банках эту комиссию не будут брать. У кого такую комиссию не будут брать? Это определило распоряжение правительства 27 апреля 2024 года 1059-Р. К ним отнесены 1. Многодетные родители, 2. Пенсионеры, 3. Инвалиды, 4. Ветераны боевых действий, 5. Членов семей погибших, 5. Инвалидов и ветеранов боевых действий. Вот с этих граждан комиссия за оплату жилищно-коммунальных услуг и пеней за просроченные платежи не должна взаиматься. Еще раз повторю, это вступило в силу с 1 июля 2024 года. Уступка права требования по возврату просроченной до должности. То есть такие ситуации тоже возникают, да? Управляющая организация не вправе уступать право требования по возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе кредитным организациям и другим лицам. То есть раньше это было принято. И управляющие организации передавали наши долги коллекторам, которые потом всячески пытались эти деньги выбить с собственников, с потребителей. Сейчас это категорически запрещено. Поэтому имейте в виду, положение настоящей статьи не распространяется на случай уступки права требования по возврату просроченной задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги, вновь выбранной, отобранной или определенной управляющей организацией, созданному товарищу собственников жилья. То есть, если вы поменяли управляющую компанию, то новая управляющая компания вправе требовать все те долги, которые возникли у вас при старой управляющей компании. Либо вы создали ТСЖ, ТСЖ также вправе требовать от собственников, потребителей те долги, которые они не выплатили. То есть, в этом отношении это действующее положение. И здесь требовать уступки права или требования возможно. Поэтому обращаю ваше внимание именно вот на эти моменты. Что не всегда требовать сторонней организации, передавать сторонней организации возвращать эти долги нельзя. Их может возвратить либо новая управляющая компания, либо созданная ТСЖ или ЖСК. Вот это очень важно, на мой взгляд. Поэтому будьте добры и имейте в виду. Сейчас мы выключим и дальше продолжим. И в качестве подведения итогов всего того, что было сказано. Еще раз повторю, давайте мы поймем одно, что мы с вами, как собственники, как наниматели, обязаны платить за жилищные услуги и коммунальные услуги. Обязанность эта распространяется на нас. На основании каких документов? На основании платежных документов или данных из системы ГИС-ЖКХ. Мы с вами должны оплачивать за жилищные и коммунальные услуги до 10 числа следующего месяца, если иное не оговорено договором управления. Еще 30 дней у нас есть для того, чтобы оплатить эти жилищные и коммунальные услуги без начисления пени. С 31 дня неоплаты нам будет начисляться пенни 1,03 ставки рефинансирования. С 91 дня 1,130 ставки рефинансирования. То есть это очень серьезно и очень важно. Поэтому имейте в виду. Далее. Управляющая компания ТСЖ-ЖСК не имеет права передавать или представлять, давать уступку долга, востребование долга другой какой-либо организации. За исключением, если выбрана новая управляющая компания либо создана товарища собственников жилья. Они вправе требовать предыдущие долги собственников или потребителей. Вот если по большому счету, то это все вкратце. Но я думаю, будет понятно вам. Почему? Потому что наша задача довести до вас основные требования и основные требования по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Еще раз повторю, за коммунальные услуги мы платим, если у нас прямые договоры, мы платим непосредственно ресурсоснабжающие организации. Если у нас не прямой договор, а есть договор у управляющей компании или ТСЖ, мы рассчитываемся с ТСЖ или управляющей компанией. А они впоследствии уже рассчитываются с этими ресурсоснабжающими организациями. Вот, в принципе, наверное, все. Главное, что вы должны запомнить, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги обязана нас как собственников, как потребителей жилищных и коммунальных услуг. На этом я заканчиваю. И в качестве информации 23 числа, в 10 часов, у нас будет очередной вебинар «Контроль качества коммунальных услуг». То есть, как контролировать качество предоставляемых коммунальных услуг. Спасибо за внимание. До встречи.